катаемся по лавровскому озеру шикарные два дня я решил посвятить голодный продакш в снегоходчики саша умудрился один снегоход утопить дима сегодня на втором снегоходе врезался в дерево пока зима мы стараемся как можем а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, всем привет! Вы на канале Андрей Кузнецов на воде, но сегодня у нас специальный выпуск. Вода замерзла, но мы все равно нашли способ и метод попасть на эту воду. С помощью вот таких вот снегоходов сегодня мы с ребятами из Голодного Продакшена делаем небольшой корпоратив, катаемся по Ладожскому озеру, по Неве. И также у нас есть некая цель повеселиться и заправиться, да. Продолжение следует... Подожди, тут сложный момент на самом деле. Пару лет назад решили ренегат опробовать. Он уже весь бедный разваливается, трещит по швам, а пчелы на самом деле наши, да, Дим? Два года стояла пчела, просто на улице, под снегом, под темпом, под дождем. Приехали спустя два года, как часы. Но есть свои минусы, потому что на этих спортах очень круто кататься и классно, как на красоче каком-нибудь, да, как мотоцикл, да. Есть мотоциклы, которые просто ты, типа, кайфуешь, едешь там, да, а есть мотоциклы, кроссовые, на которых ты прыгаешь по буграм. В горы, или если много снега, то на этих снегоходах в горы не поедешь, потому что там много снега, пухляк, они просто провалятся и взорвутся. На снегоходах, которые в горах, там большие длинные гусеницы с большим зацепом. Взрываешь пухляк, это он может выкидывать тебя из снега и нормально там можно маневрировать. Это одна из немногих техник, которые может двигаться, я считаю, что по любой поверхности. Он может двигаться как по снегу, так и по воде, по земле, по щебню и по песку. Да, конечно же, самое оптимальное кататься по снегу, потому что он предназначен для снега, потому что охлаждение у снегохода построено таким образом, что гусянка закидывает снег на радиатор, который расположен здесь у него сзади под сидушкой. Он во всю длину снегохода и таким образом охлаждает тасол или антифриз, который в нем находится, и в который в дальнейшем попадает двигатель, и таким образом мотор у нас не перегревается. Да, есть снегоходы, которые охлаждаются воздушным охлаждением. Ребят, конечно же, более подробно, если вы хотите побольше узнать о снегоходах и что из себя представляет эта техника, у нас есть друзья-товарищи, чеховские проходимцы, обязательно переходите к ним по ссылочке на их канал. Они этим профессионально много лет уже занимаются и катаются, и очень подробно знают всю технику. Это как в видосе про Сицилию жесткое Краилово, да? Такое Краилово я еще не видел, такого я еще не видел. Парни, у нас честный контент, некрасивая картинка, пафосная. Шведки, вторые шведки. Работаем с техникой как можно. Коньки, короче, поправили, рычаг выпрямили. Небольшой экспресс-керосинный ремонт, как Алексей бы сказал. Но хочется покататься, что поделось. Сейчас выходные, рычаг не купить, масло не купить, коньки не купить, склизы не купить. Поэтому будем кататься так, добьем уже все это, а потом все купим и поставим новое. Ну или новый снегоход уже купим. А самое интересное, самое большое для меня было удивление, когда я первый раз сидел на снеже, что-то та техника, на которой не ездят синий, прикинь. То есть, по сути, сиденье оно по приколу просто. Итак, ребята, мы сегодня протестим старичка Аутлендера и три снегохода у нас в комплекте сегодня. Пчела заводится. Ключик поправить надо, чтобы он пик-пик сделала, все, значит она поедет сейчас. Вот тормоз, газ-тормоз, все, катаешься стоя, вот стоишь, вот твоя стойка, вот, как на мотоцикле. И маневрируешь, помогаешь ему вправо, влево, в поворотах. Сейчас газ с тяжкой праздник будет, подтянуть и только подтормаживать. Как Лёва делает, да. Ребят, так как мы находимся на Ладожском озере и, грубо говоря, в пределах города Санкт-Петербурга, у нас немного снега, поэтому у нас популярны короткие снегоходы, вот такие вот, как пчела, например, или вот такие небольшие ренегаты. Они не горные, потому что в основном мы катаемся по проселочным дорогам, по каким-то лесным тропам вдоль Ладожского озера. И здесь, как бы, горные большие снегоходы не нужны. Кстати, очень многие заблуждаются, что снегоход довольно-таки дорогое удовольствие. На самом деле, вот такие вот пчелы и вот небольшие такие ренегаты можно приобрести в районе там 300-400 тысяч рублей. По самой границе камышей, говорит. Опасненько, на самом деле, идем. Здесь вот вода, она там с границей. Твою мать. Твою мать. Да, фанш. Фанш, это стоп-бал. Фанш, это стоп-бал. Контент. Блин, накатался, короче. Не-не, самое главное, без гидроудара, ты знаешь. Ребята, конечно же, мне хотелось бы тоже узнать, интересно ли вам такая тема, и есть ли у кого снегоходы. И мне было бы интересно узнать, сколько нас таких людей, у которых есть снегоход, которые увлекаются не только летними, но и зимними видами спорта и отдыха. Ребята, вот эти снегоходы, на самом деле, старушки, они довольно-таки как бы дешево стоят, но они очень надежные, очень практичные и практически неубиваемые. Конечно же, если вы не будете ездить по деревьям и врезаться в деревьях, как сделал сегодня Дима. Мне кажется, сейчас Дима размотается. Возможно. Он замерз вообще. Дима, он уже не может ездить. Дима, мы в тебя верим. Давай, аккуратненько. Дима, я понял, боже, дорога, а ты в дерево поедешь. А туда ты зачем? Ты там вскрылся, а мне? Ты что-то не утонул. Давай еще назад. Стой, Фед. Стой, Фед. Даже у меня не пустят. Не-не, самое главное без гидроудара, ты же знаешь. Подъедь здесь. Я бы взял бы за это... Ну давай, давай сюда. Я бы за лыжу взял бы. Вам хватит. Все. Давай. Я даже хватит проехал. Потому что я ехал четвертый. Ну что, ребят, первое небольшое приключение на сегодняшний день. Это еще и квадроцикл заприндорили. Не знаю, что с ним случилось. Я же хотел с собой еще свою чудо-заводилку взять, зараза. Думаешь, бензин нужен? Давайте. Давай приснем, у нас есть топливо. Так, я не понял. А вы... Эта лужа всегда там была, да? Да, ну мы вообще на Ладоге сейчас. Какая лужа? Мы идем по Ладоге едем. Конкретно вот эта лужа в Вальду... Она была там? Да тут... Ты стоишь на воде, ну такой же. Да я понял. Нет. В Вальду была до меня или я ее проломил? Ты остановился на ней, я тебе говорю. Я не остановился, я ехал. Значит, ты медленно ехал. Я приезжал по дырке, я видел, что там дырка, я газу дал. Вот ты газу дал, чуть сверху под водой. Я выкинула пару ледышек. Не можем вам показать, как мы бороздим просторы на катерах и яхтах, поэтому гоняем на снегоходах сегодня. Я гоню быстро, не подъедешь блеск, остановись, если хочешь обидеться. Это как отряд не заметил потери бойца. Подтопил чуть-чуть Санчелло у нас. Поедет переодеваться. Первая жертва покатушек сегодняшнего. Первый день моих покатушек и сразу оплодлет пошел. Ребята, ну посмотрите, какую мы для вас выбрали локацию шикарную. Этот старый памятник архитектуры, этот паровоз, который еще работал на угле. На этом паровозе доставили первый поезд на большую землю после прорыва блокады города Санкт-Петербурга, а тогда еще города Ленинграда. Вы посмотрите, какие большие колеса, какой он гигантский, мне кажется, он реально здоровее, чем сейчас даже выглядит паровоз. А это дело, похоже, дело большой котел. Ребята, но я вам хочу, конечно, рассказать не это. Мы сейчас поедем с вами вдоль железной дороги на снегоходах. Я вот помню, в детстве я сидел у окна и смотрел на заснеженные леса, на заснеженные вот эти вот покровы вдоль железной дороги, и почему-то все время себе представлял, как я там еду на снегоходе. Я в голове вируализировал себе вот этот маршрут, да, как я буду двигаться, как я буду объезжать вот эти столбики, всякие различные указатели, семафоры, светофоры. Несколько лет назад мой друг Дима все-таки посвятил меня в эти снегоходчики, в такие нормальные снегоходчики. Не когда я там у себя там в Мурманской области на Кольском полуострове на снегоходе тайга, знаете, с одной лыжи какой-то там, вот это вот непонятное просто перемещение за хлебом, да, когда нужно было, когда снегоход был не то, чтобы как какая-то роскошь и покататься и для отдыха, а он реально был жизненно необходим, да, для того, чтобы можно было за собой там повезти сани, сложить рыбу, либо дичь какую-то завалил, когда дед, то нужно было перевезти ее из леса, да, потому что я, для меня снегоходы всегда в детстве ассоциировались все-таки с нуждой. Это была нужда, это техника, которая, ну, ни в коем случае не была для отдыха и для развлечения. И, конечно же, когда там я на поезде ехал к себе из Санкт-Петербурга в Мурманск, ну, в Мурманск область, поселок в деревню Кандалакшу, к себе в Умбу, то, конечно же, я все равно представлял себя, мы же видели все вот эти картинки, вот эти модные снегоходы красивые, которые с двумя лыжами, вот эти все яркие, такие пестрые. И, конечно же, я представлял себя в детстве вот на таком снегоходе, как я лечу вдоль железной дороги, и я об этом никому не рассказывал. И я сейчас делюсь этим с вами, этими своими эмоциями, старыми детскими эмоциями, которые меня переполняют сейчас, когда я доезжаю до железной дороги, уже в своем даже возрасте меня все равно от этого очень сильно распирает. Просто я реально кайфую кататься. И когда мы, в свою очередь, когда-то, случайно, катаясь здесь, вдоль Ладожского озера, доехали до железной дороги, он даже не понял, почему у меня был такой восторг. Просто у меня детский виск и был просто восторг. У меня наворачивали слезы на глазах, потому что нахлынули вот эти вот детские воспоминания, сумасшедшие просто, на меня уже, да, короче. Я представил опять себя, что вот этот поезд, вот эта железная дорога, и вот я сейчас еду в этом поезде, и мы повернули, я говорю, Дим, я поеду вдоль железной дороги, он такой, ну, типа, странный. И потом они очень долго прикалывались надо мной, очень долго шутили, что все, дайте Андрею только железную дорогу, и он вас выведет куда угодно. А самый кайф был, когда поехал поезд, и мы просто едем на снегоходах, и рядом с нами едет поезд, и вот это был, конечно, вверх просто кайфа, эмоций и впечатлений. Че, как тебе? Смотри, смотри, просто на это. Мне кажется, там охуенно. Да, мне кажется, охуенно. Посвящен, спасибо. Вот туда, с той стороны, а там негде. Мне жопу помоги, жопу. Это же Дима Каскадер. Так тебя зовут, да? Я когда вот это увидел, ты покажи. Я слышал. Я просто обосрал. Че я вам могу сказать, конечно, у голодного продакшена мало еще опыта в эксплуатации такой техники. Конечно, здесь надо учиться. Я предлагаю Диму отправить к нашим друзьям и товарищам, чеховским проходимцам. Обязательно, кстати, подпишитесь на их YouTube канал. И самое главное, ребят, поддержите его в Instagram, потому что Андрюхе недавно вскрыли Instagram, и он обнулился. И он сейчас заново возвращает всех своих подписчиков. Так что, ребят, давайте его поддержим, прыгаем к нему в инсту. И также не забываем подписываться и на наш канал. Ну, ребят, и так как у нас все-таки канал на воде, о воде, мы все-таки не можем упустить интересный момент. Вот смотрите, город Санкт-Петербург. Мы находимся здесь, в поселке Мини-Морозово. Напротив нас находится город Шлиссимбург. Так, мы смотрим с вами бухту Петра-Крепость. Стоимость переправы взрослый билет 300 рублей, льготный 200, детский 100 в обе стороны. Посещение самого музея стоит 250 рублей взрослый и 150 рублей льготный. Вот он, сам музей. Он же есть Петропавловская крепость. Жалко, конечно, что не замерзла сейчас река Нева. Так мы могли бы с вами сейчас прокатиться в Крепость Орешек. Также посетить причал, который находится в Шлиссимбурге. Тоже вам его показать, осветить, скажем так. Если вы путешествуете и хотите посетить Крепость Орешек, имейте в виду, что проблем с этим нет. Ну и даже большие яхты могут туда швартоваться частенько. Я приходил на Принцессе и тоже швартовался в этого большого причала. Никаких проблем нет. Швартовка тоже недорогая, каких-то адекватных денег стоит. Там то ли 1000 рублей, то ли 500 даже. Очень круто, что город развивается. Сейчас вдоль всей Невы строятся вот такие вот причалы. Они уже есть на Александро-Невского мосту. По-моему, еще по реке Нева строятся причалы. Таким образом, потихонечку у нас все-таки развивается судоходство. Мы обязательно летом с вами пройдем по реке Неве и посмотрим все те изменения, которые произошли за последнее время с ней. Все эти причалы, которые построены. Вот этот причал тоже, на котором я сейчас нахожусь, видите, его тоже привели в порядок. Облагородили, повесили кранцы, княхты, леера. Самое главное, это возможность куда-то пришвартоваться. Даже за деньги. К сожалению, она у нас везде отсутствует, как в Санкт-Петербурге, так и вообще во всей России. Очень мало мест, куда можно было бы пришвартоваться, именно посетить и культурно отдохнуть. Также вдалеке виднеется завод судостроительный, Шлиссимбургский. Интересное, конечно же, место. Пишите в комментариях, кто это место знает. Обязательно пишите, кто здесь был. И как здесь летом. Мне даже самому интересно. Так что, ребят, мы все-таки помним, что у нас канал про воду. Поэтому мы все равно, даже катаясь на снегоходах, пытаемся что-то осветить, что-то вам показать и о чем-то вам рассказать. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребята, вот и цели выполнены. Мы доехали до заправки. Сейчас заправим снегоходы и будем выдвигаться в обратную сторону. Задача максимума мы сегодня выполним. Столько много приключений, все ради только того, чтобы заправить два снегохода. Я думаю, что мы с пользой провели время. Так, ну что, ребят, мы перекусили. Дима сдался. Обратную дорогу мы пойдем с Саней. Саня, как тебе сегодняшний день? Очень насыщенно. Здесь были интересные моменты, крутые. Это мы просто, ребята, поехали заправить два снегохода на заправку. А вот теперь смотрите, что у нас из этого получилось. Саня утопил снегоход, потому что, на самом деле, если Димас еще катался, я ему объяснил, как надо полыньи проходить водяные. То Саня забыли об этом сказать. И он, конечно же, когда попал, почувствовал, что снегоход начал провалиться. Газу уже дал, но уже было поздно. Ты, когда едешь на снегоходе, если ты видишь какие-то полынью, грубо говоря, воду там, да, где нет снега, или ты понимаешь, что там есть вероятность, нужно всегда с газком ее проходить на снегоходе и проскакивать. В итоге доехали сейчас до яхт-клуба здесь, в поселке имени Морозово. Вы, кстати, этот яхт-клуб очень хорошо знаете. Здесь мы неоднократно много снимали. Саня поехал переодеваться. Мы ждем еще так же у нас, пока мы лебедкой вытаскивали снегоход. Хорошо, что квадрик сегодня с собой взяли, потому что так руками мы бы замучились. Мы еще посадили на квадроцикле аккумулятор. Сейчас ждем провода. Сейчас Саня переоденется и привезет нам провода. И будем вытаскивать квадроцикл с ладоги. Ребзя, ребзя. Что, помчали? Мир не без добрых людей, что мы подогнали провода. А где провода-то? Вот на шее. А. Что там плюс-минус-то, Дима? А здесь же, б***ь, здесь нет разницы. А, да? Так, есть, зажигание есть. Старт. Старт. Вот. Завелась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Я решил посвятить голодный продакшн в снегоходчике Мы два дня их тут ремонтируем Новый снегоход, просто новый Нульцевый Катаемся по Ларвскому озеру Как дела, Андрей? Да, вообще пушка, мне кажется, снимаем Так, я понарошку, да, буду прилетать? Ну, естественно Саша умудрился один снегоход утопить Дима сегодня на втором снегоходе Врезался в дерево Все, кто имеет снегоходы Пишите, пожалуйста, об этом в комментариях Всем, кому понравилось сегодняшнее видео Напишите, пожалуйста, тоже об этом Пока зима, мы стараемся как можем Ищем различную технику На которой мы можем кататься с вами По замерзшей воде Я думаю, что мы еще что-нибудь интересное для вас найдем Конечно, не забывайте, что скоро, совсем скоро Нас ждут путешествия Нас ждут интереснейшие приключения Мы собираемся погнать две лодки в город Санкт-Петербург Леопард и принцесса пойдут двумя бортами По нашей необъятной, красивейшей России В этот раз все будет намного интересней Намного точнее, скурпулезнее и красочнее Я надеюсь, вам это все нравится Спасибо вам большое, что вы нас смотрите Спасибо, что вы были сегодня с нами Меня зовут Андрей Кузнецов И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok